Ой, друзья, товарищи, давно ведь не было свежих разборов текстов, да? Я вот уже соскучиться успел. В этот раз у нас к тому же тема необычная. Песни про школьные травмы, буллинг и воспоминания о детстве. Притом, как правило, негативные и связанные вот с каким-то именно формированием личности через боль, страдания и так далее. Очень часто это прям кринжатина, с неё мы и начнём. Но иногда бывают и прям интересные экземпляры. Как же, почему и у кого, всё в этом ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. Так, товарищи, перед началом ролика у меня хорошие новости. В этом году я сделаю вам подарки на Новый год. Офигенно красивые и даже познавательные. Это книги издательства Бомбора. И если вот подобного я вообще никогда не видел, то конкретно на эту книжку я засматривался, вот когда проходил мимо, очень много раз. Вообще, в современности книга, она не несёт функции просто текст на листочке, потому что есть электронные книги, есть аудиокниги и ещё очень много способов потребить тот же контент. Книга должна давать эстетическое удовольствие. Просто то, как она оформлена, какая она на ощупь, как ты её держишь. И вот и те, что я разыгрываю здесь, книжки, и другие продукты издания, вот полностью покрывают эту потребность в эстетическом наслаждении от того, что ты просто обладаешь этой книжкой. Издательство само по себе специализируется на выпуске нехудожественной литературы. Бомбора — крупнейшее издательство на рынке нехудожественной литературы. У них выходят книги в совершенно разных тематиках в 16 направлениях. Есть отдел психологии, моды, красоты и стиля, отдел туризма, автодела, спорта, бизнес-литературы, отдел кулинарии, религии, эзотерики, научно-популярные компьютерные литературы, отдел дома, сада, здоровье и хобби. А ведь это примерно то, что я называю культур-поп. То есть просто какие-то талантливые люди, иногда журналисты, иногда это независимые исследователи, копались в теме, которая интересна именно им. И это может быть как хип-хоп, так и видеоигры, так и какие-то самые андеграундные, казалось бы, вот то, про что книжку точно не напишут, так уже написали. И так они офигительно красивые. Вот, например, подбор книг о истории и тонкостях создания разных видеоигр. Для тех, кто этим интересуется, мне кажется, лучше подарка и не придумаешь. Вообще, то, что книга — это лучший подарок, стало скорее таким, ну, издевательским выражением, потому что подарить кому-то какое-нибудь там Евгения Онегина издание, да, ну, вряд ли он прям сильно обрадуется. А вот такому трудно не обрадоваться. И, конечно же, в честь Нового года есть акция. Вот до этого числа, внимательно посмотрите на календарь, в этот момент действует скидка аж в 30% на продукты издания. Что нужно, чтобы выиграть эти книжки? Вы больше всего любите творческие конкурсы, нужно где-то себя проявлять, так вот будете проявлять. Нужно написать несколько из этих слов. Ну, тут видите, ебанар, бомбора, сейн, всё понятно, как бы, почему именно эти слова. Нужно несколько из них написать как-то наиболее креативно. Хоть на бумажке, хоть на компе, хоть мукой, хоть на снегу, хоть с вертолёта, хоть сделать в 3D-максе, вообще неважно как. Главное, как-то креативно выложить это в Инстаграм и подписать следующий хэштег. Переходите по ссылке в описании и дарите книжки. И не как обычно, а так, чтобы тот, кому дарит, всё-таки обрадовался. И начнём мы с того, что мне в первую очередь не нравится очень часто в песнях на похожую тему. Это само отношение исполнителя к тому, о чём он поёт, как он выбирает тему и ракурс для своих рассуждений. Дело в том, что детство это то, что каждый из нас прожил, да, но прожил с точки зрения просто период закончился. Но не каждый его прожил, в смысле переварил. И вот ярким примером тому является трек Джубили «Спасибо». Вообще разбирать Джубили — это как пинать лежачего априори, но просто здесь это идеальный пример. Я буду очень пытаться не повторять слова «похоронила» из батла с Джубили. Это будет, конечно, тяжко, потому что если обычно батлы — это момент доёбки, да, то есть нужно как-то найти правильный угол, правильный подход к определённому оппоненту и как-то иногда докрутить вещи, да, откровенно доебаться. В случае с Джубили это просто произнести очевидное. И вот почему. Я сейчас прочитаю довольно большой кусок без пауз, потому что, ну, блядь, сейчас услышите. «Это правда, меня пиздили в школе». Первая строчка. Охуенно. «Брызгами крови был испачкан каждый лист дневников и книжек обложки. Стоило выйти с урока, как били в лицо мне. Хах. Учиться на двойке стал и очислили вскоре. Я одного из них не видел долгих 10 лет, пока в этом году он не пришёл ко мне на концерт. Так рад тебя видеть. Приобрёл входной билет? Пойдём поболтаем. У нас столько общих тем. Йоу, чё, как новости? Чё, как в офисе? Кредиты жена. Папа помог взять авто себе. Турция. К осени выходные на озере. Да я-то чё. Так, альбомы, гастроли, постеры. Слушай, если что, я не горжусь тем, что было. Глупым детиной был в школе. Я всё обдумал. Мне стыдно. Ах, нужна будет проходка? Набирай на мобильник. И это правда. Я был искренне рад его видеть. Ведь кольца на моей руке говорят ему. Чувак, нахуй твою жизнь. Женщины, что вокруг меня теперь смотрят на него в духе, тебе лучше уйти. Ведь всё понятно без слов, всё понятно без слов. Ты сделал меня таким. Спасибо тебе за всё. Что? Да охуеть, чё реально, блядь, сколько лет, нахуй, джубили? Окей, гугл, сколько лет джубили? 28 лет человеку. Близится тридцатка. У него трек про то, что к нему на концерт пришёл чувак, который его пиздил в школу. И он такой, ебать, я клёвый. Да, у меня просто постеры и концерты. И это не рофл. То есть там второй куплет про то, что так же тёлка мне не давала. А теперь я крутой. Блядь, насколько это закомплексованная херь сама по себе. Ну неужели кому-то это реально нравится? По-моему, вообще, ну, ты начинаешь чувствовать себя каким-то жалким, когда слушаешь подобное. То есть тебе, правда, настолько необходимо это самоутверждение, да? Что ты включишь песню про это и будешь фантазировать, что это на самом деле происходит. То есть, да, сами по себе такие мысли. Это то же самое, что ты там слушаешь любимую песню и представляешь, что ты её поёшь. Окей, эта штука есть у всех. Но когда ты это, блядь, пишешь текст, да? Зарифмовываешь всю вот эту хуйню про то, что кольца на твоей руке говорят тебе, насколько ты успешнее, чем тот мужик. Блядь, да он ребёнком тогда был. Это вообще уже другой человек. Да ёбаный рот. Я тем самым не пытаюсь нормализовать буллинг, да? Или обесценить чьи-то проблемы, там, личные трагедии и так далее. Это всё, безусловно, имеет место быть. Но 28, да? То есть мы же, ну, через это ведь как-то уже можно перешагнуть. То есть вся рефлексия, что ты к 28 годам вынес из буллинга, это то, что я круче, чем он. Как бы у меня кольца есть. А, ты пиздил меня. А теперь я звезда, ты понял? Да, блядь, это было 10 лет назад. Может, я это как-то неправильно воспринимаю, но, по-моему, это как-то прям, ну, какая-то мелочность. Какое-то, какое-то малодушие, вот, натурально. Ко всему прочему, вот, оно всё такое желчное. Я не знаю, вот, если, ну, может, да, над вами издеваются в школе, вы приходите домой, включаете трек Джубеля и такие, «Да, через 10 лет я нахуй буду больше тебя зарабатывать своим рэпом крутым». И эта мысль, может, кого-то успокаивает. Но, по-моему, это всё то же самое, что вот в одной из серий, как я встретил вашу маму, был эпизод про то, как, вот, главному ёбарю, там, чуваку, который просто, ну, трахается по 40 раз на дню, да, у него вся жизнь состоит из поводов поебаться, вот, как раз-то в барне. Ему в школе когда-то сказал другой чувак, что «Я трахнул тысячу баб». И он, вот, ему как раз тоже было по 30 лет, как Джубеля, он всю жизнь пытался его обогнать. Он записывал, с кем он переспал, и потом пришёл уже к другому своему вот 30-летнему однокласснику с этим списком и говорит, типа «Я трахнул больше баб». И вот как раз это показывает, что, несмотря на то, что уже и возраст, и деньги у Джубеля, там, очень много рэпа, но оказывается, что внутри это чувак, который до сих пор не перешагнул через свои школьные проблемы и нуждаются вот в этом постоянном самоутверждении, и что даже формирует это вот в тексты, ладно бы это просто произошло, да, или он это просто где-то упомянул, когда его спросили. Нет, он сам написал об этом текст. «Я встретил чувака, который был, типа, круче меня, а теперь я круче него». И песен с какими-то подобными мыслями и подобным отношением к школе, их настолько дохерища, что даже вот не получается понять. Это действительно просто у всех такая большая проблема, и поэтому все изливают в свои песни, что, типа, «Держись, в школе тебя пиздят, но всё будет хорошо, но чуть-чуть попозже, когда закончишь школу». Либо все просто видели, что в школе есть чуваки, да, которых как-то буллят, и они нуждаются в такой музыке, и реально есть просто спрос на то, что вот все вот эти вот подобные строчки, они без конца перепевались разными ртами под абсолютно однообразный поп-панк. Вот, кстати, попросил как раз для этого ролика мне накидать разного подобного музона. Мне как раз скинули и джубели, и те, кто будет дальше. Вот гречку, блядь, гречку. Так вот, сколько же вы слушаете поп-панка? Охуеть, как много. Походу, вот вся нынешняя молодежь, она слушает вот всего два, даже не то, что жанра, а два вида звучания. Поп-панк и ньюскульный рэп. Я охуеваю. Ладно, ладно, передушнил. Да, 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 всё. Я знаю, что вы много разного слушаете, всё-таки периодически вижу подборки от своих подписчиков или вижу то, что просят там подписчики в закрытом паблике. Всё нормально. Есть люди с нормальным музыкальным вкусом, просто со стороны так кажется, что там один пиздец. Однако, кроме людей, которые слушают наполненную интересную музыку, есть те, кто слушает гречку. Честно, я знал о существовании гречки, ну понимаете, очень давно. Но именно вот на этот ролик мне покидали её песен, и я послушал что-то, кроме «Люби меня, люби». И вот попробуйте заметить это сами, да? Я сейчас зачитаю текст, а вы попробуйте понять, что тут не так. Текст у неё не очень много, и поэтому мы даже два успеем освоить. Первый называется «Школа для дураков». «Школа для дураков», «Школа для дураков», «Школа для дураков». «Все не видят будто, что там сидят одни придурки, и они, грёбаные крысы, угорают за спиной, надо мной, над моим узлом и корешами. Чуваки, как тёлки, тёлки стали пацанами». «Школа для дураков», «Школа для дураков», «Школа для дураков». «Я хочу быть кем-то», «Я хочу стать кем-то». «Быть не просто пешкой, главным игроком». «Мы хотим быть кем-то», «Мы хотим стать кем-то». «Это не отнимут, мы своё возьмём». Это речь человека, который только что получил сотрясение мозга. Какая вообще связь между этими строчками? Вот не возникает такого ощущения? То есть, опять же, нет ничего плохого в том, чтобы писать про школьный период. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться вспомнить и переосмыслить эмоции, которые у тебя были тогда, и писать от лица ребёнка. Опять же, можете пересмотреть ролик «Продайте танк». Там вот гениально пишут от лица ребёнка. Но здесь это же просто набор тупой дресни. Кто говорит, экзамены важнее жизни? То есть, это вот такое утрирование, которое ну кому? Ну, восьмикласснику ему вот охуенно кайфово. Да! Экзамены не важнее жизни! Про то, что идите нахуй, надо быть счастливым. Это вот просто как будто цитата того, кого нельзя называть. И потом, все не видят будто, что там сидят одни придурки, а они грёбаные крысы угорают за спиной надо мной, над моим узлом и корешами. То есть, как бы сначала это была история про то, что учителя козлы, такой вот панк-посыл. Кстати, в тему порнофильмов я послушал у них тоже песню, которая вот так называется про школу. Я её не взял в этот ролик, но она прям образцовейший панк. Я вот в ролике про анакондос, возможно, создалось ощущение, что я как-то очень недолюбливаю порнофильмы. Ну, мне они лично не нравятся, да, но именно как игроку на сцене я им скорее респектую. И почему? Потому что каждому в какой-то момент жизни нравится панк. И панк, видимо, каждому свой нужно прохавать, освоить. И вот на каком-то этапе этот звук нравится. Просто для общего развития нужно его некоторое количество употребить. И дело в том, что, возможно, я в своё время там потреблял каких-нибудь Sex Pistols и Dead Kennedys и Bad Religion. И были несколько русских групп, как тот же Ляпи Струбецкой, ну, русскоязычных. Так вот, а сейчас люди потребляют порнофильмы, хотя, по сути, многие из их текстов являются как будто нейросетью написанной копией тех текстов. То есть не то, что это плохо, это просто именно панк в чистом виде, как жанр, без всяких примесей, прям образцовый. И там как раз всё говорится про систему образования. Мол, вы в школе делаете из нас рабов, и это всё система для того, чтобы загнать вас на заводы. И вы стали просто биоматериалом для того, чтобы эта вот империя гегемоническая продолжала существовать. Эти вот все базовые анархические мысли, которые, мне кажется, нужно просто однажды ими наесться, чтобы после этого на эту удочку не попадаться. Так вот, суть в чём? Это хотя бы понятно. Тут же, блядь, сначала это, ой, экзамены важнее жизни, потом это одноклассники, которые сидят до мной, моим узлом смеются. Пошли вы в жопу, я прогуляла школу. Ну, круто! Вот это вот реально эмоция, которую хочется запечатлеть в тексте, да? Это то, что реально потом хочется слушать. Но здесь же нет ничего, это же пустота! И опять же, опять же, в этот момент я подумал, ну хорошо, может это вот такой текст, который просто я не понимаю у гречки. Он вот просто не для меня. Но мне скинули ещё одну песню, её в ту же тему, называется Крики. Ты ходишь в марке от Индига, снова фотку, куришь сиги, дома ты ночуешь мало, потому что задолбали. Крики, 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 хочется сбежать подальше, чтобы не распасть на части. Распасть, два пасть, три пасть, ну понятно. Чтобы не теряться между этой жизнью или смертью. Блять, вот кому больше всего нужна школа, ребят. Не прогуливайте школу, иначе вы потом вот так же будете изъясняться, вас никто понимать не будет. В чём вообще связь между вашими мыслями? Опять же, если в этом есть какой-то смысл, да? И я его сейчас не понимаю, я извиняюсь. Но вот просто на ровном месте, в этом месте, мы стояли, блять, как-то вместе. Как-то мы пришли к тому, что в этой жизни ни к чему пароли, ни к чему ключи, ни к чему вопросы. Если ты теоретик, я тоже теоретик. Это, блять, что уже, кислота подействовала? Или, блять, в чём дело? В туалете после первой и второй ты блюёшь на свои шмотки, заливаешь телефон и надпись «Нир на футболке» на той футболке. Я сейчас почти всю песню прочитал. Нужно как-то в обратном порядке читать, чтобы какая-то связь появилась или что? Ну, то есть, опять же, не обязательно, чтобы каждый текст был как-то супер детально выстроен. Вы слышали Сироткина, да? Он подбирает туда слова и образы фонетические. То есть, он, по сути, просто создаёт атмосферу разными там словосочетаниями и просто вот какими-то небольшими словесными находочками. Вся группа «Пятница» основана на том, чтобы пихать образ на образ на образ на образ. Классический там вот русский образец Бардов «Сплин» тоже образ на образ на образ на образ. Есть песни, где он держит какую-то нитку, как, например, там «Отличная вещь» проще с моей головы. А есть вот «Знаменитая выхода нет», там тоже просто набор образов, и он работает. Здесь это вот почему, это вот что, это нахрена. Вот на этом моменте я прекращаю бомбить и орать, давайте всё-таки переходить к чему-то созидательному, да, и позитивному. И хороший пример того, что я не просто воняю на всё то, что мне скидывают. Скинули мне очередную панкуху. Группа «Щенки» называется, песня называется «День отца». Я уже готов был поставить этому вердикт «Очередная херь», но потом вот послушал, и всё оказалось вообще не так плохо. Я учился бриться у Джонни Деппа, драться у Джеки Чана, и то и другое получалось нелепо, а мне говорила мама, что ты космонавт, разведчик, лётчик, человек интересный, сложной судьбы. На моём выпускном был отчим, а ты где был? Я не знаю, где ты, но точно не рядом. Я не знаю, где, но точно не рядом. Я не знаю, где, но точно не рядом. Пап, ну вроде несложно набрать мой номер хотя бы раз в год на день рождения. Знаешь, что я о тебе запомнил последнее? Вообще ничего, никаких воспоминаний. А знаешь, папа, впрочем, я до сих пор верю маме, что ты космонавт, разведчик и лётчик. Блядь, ну, ну вот это же, ну вот это же в сто раз сильнее. Не обязательно что-то сложное, длинное строить. Просто когда есть мысль, можно вот сделать всего восемь строк, и они будут звучать отлично. Мы обсуждаем здесь именно качество текстов. Они не должны быть все супер раздрачённые, с миллиардом отсылок. Если есть простая тема, она просто реализована, но всё сделано со вкусом, и сама мысль не ебланская, то вот как отлично она может смотреться. Но опять же, хочу напомнить, если вы со мной не согласны, вот во всём том, что я сказал до этого и скажу дальше, это замечательно, потому что сам формат создан для того, чтобы активизировать обсуждение текстов как таковое, чтобы это стало прецедентом. То есть даже когда мне в комментах начинают доказывать, что там Джизус, там Женя Мельковский, вот они все пишут гениальные вещи, а я ничего не понял, то уже эта дискуссия, уже это отлично. У нас в любом случае наши мнения, да, моё, ваше, там, вот, всех остальных, кто это обсуждает, они имеют одинаковые права на существование. Но сам факт того, что существует уже много мнений, это идёт обсуждение, и это уже важно, ради этого всё затевалось. Поэтому, собственно, жду вашего мнения в комментах, а ещё туда жду вот чего. Мы, как обычно, разыгрываем вот эти вот замечательные стикеросы, шлём их с каждого видоса, и чтобы в этом видосе выиграть на халяву наш стикер-пак, нужно поставить колокольчик, лайк и написать следующий комментарий. Если бы я писал про своё детство, я бы никогда не... И дальше какая-то ваша мысль. Собственно, самая интересная, залайканная или просто которая больше мне понравится мысль, она вот победит, я об этом напишу, собственно, в комментах где-то через неделю, может, чуть побольше, и мы отправим этому человеку халявные стикеры. Так вот, давайте к Алене Швец. Мы за смысловой составляющей очень много стилистического оставили за бортом, вот во всём предыдущем обсуждении. И если обращать внимание, то, ну, у Гречки, понятно, вообще ничего нет, там просто полный пиздец, то у Джубили, несмотря на совершенно лоховской какой-то месседж внутри этого, обёртка очень неплохая, и текст строится очень неплохо. И это стоит заметить у Алены Швец. У неё песня, это прям песня. Потому что именно текст Гречки, когда его прозаически произносишь, он гораздо более абсурдный, чем вот в самой песне. Да, я на этом немножко паразитирую, но извините, я все тексты так прочитываю всех исполнителей, в этом смысле честно. Но вот у Гречки это звучит как пиздец. У Алены Швец это звучит как песня в любом случае, потому что она очень ровно и чётко написана. Это просто обращаю внимание. Он учился с тобой в одном классе, любил рисовать, не любил одноклассников. И на портфеле прилеплен значок, ждёт в коридоре звонок на урок. Хулиганы затащили после школы обманом, и на теле снова новые раны. Тушили о его запястье спички. Подростки – самые жестокие обидчики. На них синими глазами смотрит, и о помощи уже не просит. Не имеет права даже на слёзы, ведь мальчики не плачут. Мальчики не плачут, ведь мальчики не плачут. Ты бей и издевайся, ведь мальчики не плачут. Опять же, сама тематика мне совершенно не близка, но реализована явно неплохо. К тому же, пока, если вы сами песню не слышали, вы, может, думаете, что это просто история про то, как над кем-то в школе издевались. Но Алена Швец всё-таки, она бы не была так глубоко в этом видосе, если бы тут не было какой-то интересной находочки. Весь истоптан радужный свитер, а вслед прокричат ему ботанный пидор. Верхний этаж запирается в ванной. Мама и папа, простите, я странный. Местами банальненько, но простить можно. Влюбился, не было ни ночи, где не снился. Тот кудрявый парень, что глумился, от его ботинка рано. Сложно любить своего хулигана. Ведь мальчики не плачут, мальчики не любят, мальчики не любят. Не может быть иначе, ты бей и издевайся, мальчики не плачут. И я сначала не понимал даже, как вообще обсуждать вот этот вот текст в видосе. Потому что, с одной стороны, мне нравится, что это не просто история, типа, знаешь, правда меня пиздили в школе. А здесь всё-таки есть интересный заворот, что тот, кого обижают, влюбляется в своего обидчика. Клёвая находка. И потом я вспомнил и осознал, в чём дело. Если вы смотрели сериал «Бестыжие», там был один в один такой же сюжет. Тоже мальчик-гей, которого обижают и буллят, он влюбляется в своего обидчика. И я, естественно, дело не в том, что Алена Швец боится сериал «Бестыжие», хотя, может, вдохновилась. Дело в том, что это одного порядка произведения. То есть, наверное, тем же людям, которым интересно наблюдать за вот всеми этими отношениями на экране, им также интересно смаковать это дело в музыке. И я, опять же, я не принижаю тем самым это. Я, наоборот, мне кажется, обнаружил, в чём дело. То есть «Бестыжие» — отличный сериал, надо сказать. И с точки зрения, вот именно если смотреть по цеху, но он отлично сделан, круто написан, там хорошие актёры. И то же самое у Алены Швец. Они отлично исполняют, это бодро сделано. Обложки мне не нравятся, но это ни при чём. Тексточки тоже все очень аккуратно оформлены. Всё очень именно одно к другому хорошо стыкуется, приятно написано. Нет лишних слов. И самая важная вещь, почему я так всё это дело хвалю, потому что Алене Швец 19 лет. Она младше меня на два года. Прикиньте! И если в 19 лет человек выдаёт такое качество текстов, то «Дай боже» в 25 с таким же качеством будут какие-то мысли более взрослого человека. Это вот суперинтересно, по-моему. И вот эта история 19-летней Алены Швец звучит гораздо более осмысленно и зрело, чем у 28-летнего Джубеля. С гречкой даже сравнивать бессмысленно. То есть вот, по-моему, это нормальная песня про детство, когда ты смотришь на это свысока, когда ты воспринимаешь это как прожитое. Или даже, если ты пишешь от лица себя, ребёнка, который это проживает, то всё равно должен быть какой-то взгляд сверху. То есть, чтобы это работало как сатира, работало как история, нужно закладывать в это какой-то вот, ну не то что философский пассаж, да, но какой-то месседж, что-то, что ты понял спустя это время. Почему ты за эту ситуацию взялся? Просто вспомнить, как тебя в школе пиздили. Или там вот самоудовлетвориться на каком-то говне. Ну тогда зачем мне это слушать? И мне кажется, в этом плане прекрасно ругань из-за стены Нойза. Я её не буду здесь разбирать целиком, потому что, ну, во-первых, мне кажется, её все наизусть знают. Вот. Во-вторых, там нечего особенно разбирать внутри самого текста. Именно там по находочкам, по каким-то таким вещам. Она в первую очередь крутая как задумка. В первую очередь отлично найден образ ругань из-за стены. И от него просто всё дальше пляшет. Дальше пляшет образ того, что он летает во сне. И всё. И дальше просто эта ситуация, она развивается в куплетах. Дело в том, что Нойз МС может выдавать сколько угодно текста на любую тему. Опять же, вот это вот фристайл-мастерство. Его просто, ну вот, небеса поцеловали в лобик с тем, как он блестяще может выдавать любой текст на любую ситуацию в любых обстоятельствах и растягивать насколько угодно мысль. Местами это начинает попахивать графоманией. И у него есть, например, песня «Школотой». И я не понимаю, вот, например, вообще, зачем она есть, для чего. А ругань из-за стены — это пример того, как вот, наоборот, всё с иголочки хорошо и отлично выполнено. Просто не мог её не упомянуть. И если как-то упростить и свести к одному всё вышесказанное, то, наверное, это в очередной раз нужна находка, нужна идея. Нужно, чтобы это было не просто изливание души, а чего-то туда понапихать. Какие-то, то есть это может быть и игра слов, и игра с ритмом, темпом, какие-то дополнительные идеи, фишечки, завороты, чтобы это не было просто и пошло. И есть кое-кто, кто не выпускает песни, если в них нет какого-то изъёба, вот у него вот каждое произведение — это какой-то новый изъёб, и при этом кто пиздец, как зациклен на упоминаниях своего сложного пути, тяжкого детства и вообще тяжкой жизни. Конечно же, это наш друг Мирон. Я уже не раз говорил, что мне очень интересен Мирон, очень нравятся его тексточки, особенно нравится наблюдать за этим, как за развивающимся организмом, потому что он постоянно читает про себя, про своё нынешнее состояние, и можно от трека к треку его отслеживать. У него есть трек «Последний звонок», который, не знаю, много ли из вас знают, я не буду здесь сам текст зачитывать, он про то, как ребёнок хочет устроить шутинг в школе, ну то есть стрельбу, их называют шутингами, то есть когда приходят и расхерачивают своих одноклассников. Естественно, мы это не одобряем, не дай бог кому-то из вас такого. Он описывает всё это от лица самого школьника. И находка с тем, чтобы именно передать чувства человека в этот момент, это интересно. Разобрать эту проблему, которая это действительно большая социальная проблема сейчас, и в России в частности, от первого лица, это интересно. Но реализация просто жесть. То есть мало того, что звук очень сильно устарел, но мне кажется, это и по тем временам очень сильно отдавало испанским стыдом. И, к сожалению, вот опять же, несмотря на всю мою любовь к Мирону, то же самое, что я говорил про Джубили в начале, относится, допустим, к его батлу с Эсте, где он также разгонял эту штуку, про то, что типа, Эсте, ты, наверное, в школе был самый крутой, и типа ты такой весь клёвый и накачанный, а я вот таскал свой сраный портфель что-то после школы 1-7 классов подряд. Да блин, вы уже стоите друг на друга, напротив друга, ваши сборы посмотреть, посмотреть ваше влияние на индустрию, ну просто ваше всё. Ну какие нахуй, вот зачем разгонять вот эту вот штуку, что типа, блин, ты помнишь, я был лошком. То есть понятно это вкинуть как наставление тем, кто это смотрит, и кому-то, возможно, сейчас тяжело сказать, что типа, да раньше меня все ж поняли, а теперь я крутой. Но настолько много времени этому посвящать, ну, блядь, реально, я не понимаю. Мне кажется, это вот прям как-то отстойно. Напишите, если для вас там школа давно пройденный этап, вы там её давно закончили, и до сих пор для вас-то является таким гештальтом, напишите, может это какая-то массовая штука. Но мне кажется, это какая-то эмоциональная неполноценность, если ты не можешь отпустить вот то, что было. Понятно, у каждого там есть плохие эпизоды, но неужели этот литмотив должен остаться с вами до конца вашей жизни? И как раз у Мирона есть трек, это суперизвестное, где нас нет, который я опять же целиком не буду зачитывать, потому что, мне кажется, все его знают, в котором он ту же историю разбирает, смотря на неё сверху, и находит находочку, сорят за тавтологию, которая как раз переворачивает вот эту вот штуку и делает её интересной. Он описывает жизнь двух людей, вот от её начала до середины, к которой как раз и приходит повествование альбома, фразами других людей, которые их окружают. Ну-ка слёзы вытер, то ли дело их сын, сразу видно, что он лидер, слышишь, если спросят, то ты ничего не видел, а он весь в отца, из него ничего не выйдет. Ну и дальше вы знаете. Это офигенная находка, и за счёт этого повествование развивается очень быстро, и каждая проблема на каждом жизненном этапе, она даётся очень вовремя, нет ощущения вот этого какого-то буксировки на месте, про то, что блин, мне было так плохо, блин. И первый куплет посвящён парню, который растёт в совсем небогатой среде, и его все чмырят, а другой куплет про девушку, которая наоборот растёт в очень обеспеченной. И почему оно называется «Где нас нет», и я не уверен, что всем это понятно. Потому что, возможно, один мечтает об образе жизни другого, и о второй, о первом. То есть чувак думает, что были бы у меня деньги, было бы всё иначе. А она, наоборот, думает, жила бы я там не среди вот этих вот напыщенных и извращённых властью и деньгами людей, а среди обычных людей было бы всё гораздо легче. И хорошо там, где нас нет. Об этом, собственно, сам припев. Какая интересная мысль. Мысль здесь есть, и она крутая, и как она хорошо подана. И это действительно, ну прям, ну притча получается. История из разряда, которую рассказывают детям, чтобы как раз объяснить какую-то вещь. Мол, почему то-то, то-то. Садись, я расскажу тебе притчу. И вот в этом духе оно написано. Опять же, можно сказать, что это простая мысль, сказанная сложными словами, но эти слова настолько её раскрывают. Ну согласитесь. Ведь, в принципе, ну не обязательно должен содержаться философский трактат в песне, да, это вообще не про то. Суть именно в том, что мысль, она может развиться в реальном примере, стать наглядной, очевидной, и вот по-настоящему красивой. И, по-моему, это есть, где нас нет. Но, опять же, батл со Стэбл после, и он там опять там, ля-ля-ля, мой портфель. Очень интересно, что выдаст Мирон, которому сорокет на новом альбоме. Опять же, возможно, я останусь там уже единственным человеком в стране, кто его ждёт, но я всё равно жду, потому что продолжение сериала Кукуха в Оксе, она очень интересна. Напишите своё мнение про этот разбор текстов. Я в этот раз что-то прям разбомбился. Напишите, как вам. Мне всё-таки хотелось бы больше какой-то созидательности приносить этими видосами. Но иногда просто вот беру и начинаю орать. Ничего не могу поделать. Подписывайтесь на мой замечательный Инстаграм, который, ну, правда, замечательный. Я, думаете, пизжу вам. Ещё у меня есть закрытый паблик ВК, вход в который 5 баксов через Патреон. Я там рекомендую фильмы, книги, музыку, до хера всего интересного. Просто нахожу в интернете редкие классные штуки, а не гречку. И пошу, собственно, в этот паблик. А на этом всё. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. ТА!